Так, а сегодня, дорогие друзья, мы с вами сделаем взлет со взлетной полосы. Ну, сначала надо взлетную полосу сделать, а сделаем мы ее вот так, хитро. Мы возьмем сейчас, где у нас тут, пен. И поступим вот таким образом. То есть возьмем, здесь у нас полоса начнется, здесь будет разворот у нее, да? Вот так, здесь у нас закончится. Так, тут немножко поправим чуток, так вот сделаем, да? Ну а дальше мы тогда зайдем с вами. Создать outline. Вот так, небольшое такое поле взлетное сделаем. Так, после этого нам необходимо взять, чтобы какую-то толщину придать, мы возьмем Extrude. Закинем spline в Extrude. Видим, он сдвинулся, это говорит о том, что Extrude неправильный. Нам надо вот здесь, допустим, двоечку поставить, а вот здесь нудик. Все. И смотрим теперь. И видим взлетную полосу, да? То есть вот он должен сюда пойти, развернуться и вот отсюда начинает взлетать. Хорошо. Давайте сделаем для того, чтобы видно было, какой-нибудь материал сделаем. Так, вот такое. Накинем его, все. Есть, готов. Так, напишем здесь полоса. Полоса, полоса, все. Хорошо. Теперь нам нужен сюда самолет. Вот, пойдемте, какой-нибудь возьмем или откроем. Так, тут у меня уже был взлет. Тут я вот тренировался с этим взлетом. Вот так у нас должно быть. Вот так вот, вжих, подняться, да? Вот. Ну, чтобы все понятно было, мы возьмем отсюда аэроплан. Только аэроплан возьмем. Скажем, ctrl-c. c. И сюда придем. Скажем, ctrl-p. Вот у нас тут аэроплан. Где он там у нас, куда девался аэроплан? Вот он уложен. Аэроплана выкинем пока. Пропеллер нам не нужен. Пропеллер будет. Так, аэроплан, аэроплан, перестань гавкать. Аэроплан, мы должны у него уничтожить все ненужные координаты. Он взялся тоже ноль. Ctrl-6 зажать и стереть. Тут все, получается, такая кисточка, видите, можно стирать. Так, мы видим, что он маловастенький такой. И скажем, аэроплан, так и иди-ка ты, аэрос, аэроср. То есть центр координат. Удобнее будет. И дальше мы его должны увеличить, конечно же. Увеличил его. Где-то вот так, наверное, да, чтобы видно было, что развернулся и полетел. Сейчас пока говорить о том, что это взлетная полоса слишком короткая или еще это неважно для нас. Важно произвести именно вот это действие. Поэтому, после того, как мы сделали самолет, нам нужна траектория. Но это тоже, как вы понимаете, не очень сложно. Мы берем отсюда, здесь, здесь, здесь и здесь. Так, почему-то мы тут лишнее сделали. Лишнюю точку. И вот так. Так, идем вот сюда. Поправляем тут все. Лишняя точка была. Вот сюда вот так. Это вот так. Сделаем. Это сделаем. Вот так. Ну, это не столь важно. Так, и не забываем. Сплайн заходим сразу же, да. И в Basic вот здесь, еще лучше в объекте, говорим, что эта штука у нас в БЦР пускай остается, а вот адаптив меняем на униформу. Помните, почему? Потому что здесь точки расположены неравномерно. А при униформе они так и будут, хотя их не будет видно. Так. Теперь берем сплайн. Поднимаем его наверх. Где-то вот так, я думал, чтобы самолет у нас стал шасси на полосе. Есть. Хорошо. Аэроплан. Полоса. Сплайн. Так. Теперь нам нужен ноль. Объект с ноль. Ну-ка. Вот оно. Сделали ноль. Сделали его тоже вот сюда. Сменили тут на сферу. Сферу увеличили, чтобы мы видели, где наш нолик находится. Вот оно у нас, да. Вот. Желательно проверить, чтобы в координатах был ноль тоже. И в аэроплане в координатах тоже все по нолям прекрасно. Теперь мы возьмем тег. Немножко надо отодвинуть, наверное. Вот тег появился. И берем вот этот тег. Вот. И сюда закидываем сплайн, путь, по которому он пойдет. Но что произошло? Там нет аэроплана в нуле, поэтому мы его туда закинем. Сначала. Сейчас я его беру, подождите. Вот теперь у нас аэроплан. Ноль. СП. Забыл с самого начала сделать, прежде чем я это все делал. Нули и так далее. Мне надо было аэроплан закинуть в ноль. Чтобы управлять ноль, он так же, как аэроплана. Проверяем опять. Все хорошо, все красиво, замечательно. И теперь ставим здесь тег. Вот он вот. И в этот тег уже сплайн закидываю. Вот этот. Вот этот у нас сплайн надо закидывать. Вот сюда. Вот. Он у нас встал. Видите? Встал куда нужно. Ну и высота подходящая. Все прекрасно. Так. Далее. Нам надо сделать, чтобы он был тангененталь. То есть, чтобы он шел носом по всей, разворачивался по всей этой сплайну. Видим, что он у нас находится в аксессе. Цент ставим Х. Вот. Теперь все правильно. И подходим сюда. Говорим, что это вот позиция ноль. Допустим, да? При переходе на 90 кадр заканчивается, да? Мы начинаем двигать здесь самолет и видим, как он разворачивается. Вот он пришел сюда. Мы говорим, что это позиция. Вот такая. Вот еще один ключ. И, в принципе, он у нас движется так, как нам надо. Вот так. Раз, 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 да? Все прекрасно. Но вот отсюда, с 55 кадра, он должен начать подниматься. Для этого. Мы можем сначала, сначала просто поднять сплайн, да? Вот он у нас сплайн. Где у нас? Вот, вот этот сплайн у нас. И мы его поднимаем. Вот так. Чудненько. То есть, мы вернулись назад, мы видим, как он движется. То есть, развернулся и пошел, да? Вот тут у нас, по идее, должен быть, в аэроплане надо это все делать. Вот здесь у нас ноль. А в конце, ну, должен быть, допустим, минус 40. Минус 40. И тоже ставим. И смотрим. Вот он раз, поднялся и полетел. Прекрасно. Прекрасно. То, что нужно. Щух. Теперь все чистенько, все хорошо. Он летает так, как нужно. Здесь тоже видно будет. В этом окне, как вот он расходится. И поднимается, поднимается, и все, взлетел. Прекрасненько. Вот так оно у нас получается. Так, я тоже запомнил. Если вы хотите, тоже запоминайте. Ну, все. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok